Так, кто первый? Да, конечно Меня зовут Кузнецова Анатолия Иванович Одного Кузнецова Анатолия Мыпол Да, был такой писатель, который сказал, я буду биографию Ленина изучать Уехал во Францию с концами Больше вернулся Даже от своей фамилии отказал Франция страна хорошая Все же, давайте вернемся к вопросу К теме докладной Есть ли в России социальная наука Мне кажется, что Мне кажется, что некоторые вопросы Были, может быть, не очень точно Обозначены, вы извините, да? То есть, первое Когда мы говорим о науке, мы, наверное, должны Говорить, есть ли подходящий категориальный Аппарат, да? То, что вы сказали По поводу категориального аппарата, то, что он устарел Ну, естественно, устарел Сейчас, наверное, нет Такой всеобъемлющей социальной теории, которая давала бы Более-менее адекватную И приемлемую для всех картин С этим спорить нельзя Второй вопрос То есть, дело только в языке Или в том, что фундаментальные понятия Фундаментальные понятия И я хочу сказать, что Ну, это отдельная тема То есть, если мы, например, пользуемся Ну, привычным инерционным, например, прогнозированием Так, то часть результатов будет адекватной А часть будет неадекватной То есть, нам для этого нужен будет другой аппарат Возможно здесь Одной из возможностей Это множественность описаний То есть, когда мы берем описание Полученное с помощью разных, скажем, систем понятий И потом посмотрим, что у нас получится Я говорю, к примеру Я сейчас говорю о теме доклада Второй момент Какое еще препятствие? Какое еще препятствие есть? Я с вами согласен целиком Что ангажированность В том числе и политическая Она препятствует свободному обсуждению Потому что, скажем Ну, если человек зависит от власти Или зависит от корпорации То он, вольно или невольно Ну, как бы, продуцирует, да То, что ему заказывают А судать его за это нельзя Но как основа социальной науки Думаю, вряд ли Вряд ли здесь можно что-нибудь ожидать Что Что мне кажется Что мне кажется Нужно, чтобы Вообще-то, говоря, отстроить науку Нужно, чтобы в России Был преодолен Вот этот короткий масштаб Нужно, чтобы в стране Появилась стратегическая инициатива И стратегическая перспектива Чтобы смысл появился То есть замысел Когда человек планирует свою жизнь на год У него все проблемы кажутся огромными Если он планирует свою жизнь Даже на сто лет, да Ну, условно говоря, да То некоторые проблемы решаются сами собой А почему нет масштаба? Масштаба нет по многим причинам Ну, в частности, потому что Скажем, эгоизм Ждат идентичности Нет, я говорю эгоизм Друповой и индивидуальный Он перевесил Ну, то есть Как бы в другую сторону пошли Было все общее Главное общее благо А стало индивидуальное благо Общим И вот этот переход Не всегда сопровождался Ростом человека Как такового То есть субъектность не возрастала То есть вы считаете Что главная проблема В том, что нет субъектности Я думаю, да А я считаю, что главная проблема В том, что мы неправильно понимаем Совершенно точно Но эти вещи взаимосвязаны То есть и человек каждый И любая организованная группировка Зависит от того Какой у нее уровень субъектности Насколько она стратегически мыслит Насколько она видит ситуацию целиком Если это есть Я вам не навязываю свою точку зрения Я понимаю, что вот так Просто в других терминах Второй момент У нас нет рефлексии Вы извините, конечно Но вы правильно поставили оппозицию У вас правильная оппозиция Россия не будет Согласен с вами Словом правильно говорите Вы сразу стали предлагать Вольный или невольный Предлагаете решение Да, конечно А я тебе говорю Решение предложили Мне кажется, что начинать надо Как раз с того Чтобы точно отрефлексировать Объект социальной науки И тогда мы сможем понять Как бы предмет опиши Вы извините, вы же философ Поэтому, я думаю, эти вещи Вы со мной спорить не будете Да, или будете Буду, потому что Это все советские работы Начинают словами Определим предмет, если И что дальше Да, хорошо И каждый автор пишет Я не претендую на решение проблемы Я только заостряю внимание Что касается Не говорите, у нас вопросы Или у нас мы перешли к обсуждению К обсуждению Запишите меня А если вопросы покороче Извините Да, конечно Сам договорил То есть речь-то идет Речь-то идет о чем Мне кажется, что Если мы берем Скажем Мы говорим о разрыве с Европой Конечно, разрыв Уничтожили даже Ну, скажем Родственные связи Возьмите Моисеева То есть он Описывает Какие были связи Скажем Между Россией И Скажем Германией Так Но Дело в том Что проект Который реализовали большевики Был европейский И если мы уничтожаем Если мы Не рефлексируем Что у нас произошло К реализации Европейского проекта То мы Обрываем связь и здесь То есть Опять-таки Можно спорить Можно соглашаться Или нет Ну, собственно По существу По существу Я сказал, наверное, все Я хочу что сказать Вот здесь Позиция какая Давайте примем Позицию Поздавательную Оборвана связь С Российской империей Посмотрим Что мы из этого Получим Возьмем Другую позицию Давайте посмотрим Что Какое наследование Есть ли наследование Социальное И мы сразу Вот эти вопросы Связанные с агрессией Молодых людей Снимутся Потому что Это идет через Механизм социального Наследования Почему Собственно Возродилась Структура Совпадающая С советской властью Сейчас Это социальное Наследование Нет лифтексии Мы это не увидели Как объект И мы как бы Попали опять В машину Если мы это не сделаем Вот в этом случае Мы не можем Прендендовать на то Чтобы тем людям Которые сейчас 15, 20, 30 лет Указывать им Как им жить У нас будет разрыв И в понятийном аппарате И мы Получим разрыв И там То есть Мы просто Рассечем Семьи пополам И вы Я думаю Если посмотрите Статистику Вы увидите Что эта проблема Не пустая Вот Проблема Идет рассечение Идет рассечение Семей То есть С одной стороны Одна парадигма С другой стороны Другая В резкой форме Скажем Коммунистическая И там Скажем Антикоммунистическая Но там же идет Смена смысла Там идет Идет разрыв Понятийной ткани И мы должны Это видеть Потому что у нас Скажем Наследование государства Умирает Да умирает Кто появляется Что за новые субъекты Почему руководители Государства У нас Иногда действуют Так Как бы Во вред Собственной стране Они что Совсем Не понимают Ничего подобного Вероятно Мы не видим Тех субъектов Которые На самом деле Формируют это Я не говорю Что есть мировое правительство Но они видны Нет Ну я хочу С чем сказать Что просто Надо субъектность Вычислять Некоторые вещи Останутся Все следители Останутся Все Хорошо Спасибо Давайте договоримся Если есть вопросы То давайте начнем С вопросов Если вы хотите Выступать Давайте выступать Тогда сделаем Реглайм А ведем Чтобы все могли Высказать Я не веду Так жестко Потому что здесь Не тысячи человек Здесь сколько Останут Тридцать Или сколько Тридцать Человек Ничего Мы вполне можем Неформально беседовать Но я очень Коротко отвечу Значит Вы сказали Что отрыв Большевизма От европейского Проекта Что такое у вас прозвучало Я глубоко убежден И по разуму Это показываю Что Так называемый Марксизм Ленинизм Он соотносится С подлинным Марксизмом Примерно так же Как майонизм Соотносится С марксизмом Или идея Чучье Соотносится То есть Я могу сказать Что еще до В 1984 году До перестройки Я написал Свой курс Диалектики Я преподавал Диамат в ВУЗе Я написал Свой учебник По диалектике Ну Шесть лет Я его просто не показывал Потому что Это было опасно А перестройку Я его принес На кафедру Один раздел Его обсудили Его обсудили Было принято решение Что Тащу Байс Не владеет марксизмом Ему не место В советском ВУЗе А еще Через год Он был издан В СССР Издательством Прогресс За рубеж То есть Я и писал Диалектику Я убрал все это Болтовню Домагогию И писал Подлинную диалектику В которой Когда разобрался Вот это было неприемлемо То есть Марксизм И марксизм Ленинизм Это очень разные вещи Поэтому говорить Что у нас Европейский проект С моей точки зрения Никакой У ленинизма Нет корней Нет источников Это совершенно Инородное явление Тупиковое Которое не связано От того что он прожил В Европе Там 15 лет Он не стал европейцем От того что он не прожил В России 15 лет Он не стал русским Совершенно Это действие В интересах власти И когда вы говорите Что сохранилась система Не потому что мы что-то не поняли Не потому что мы какие-то не такие Потому что носитель власти Остался тот же Моменклатура Такая по-другому называемая Вот она Она делает то что ей нужно То что она хочет То что ей выгодно Она это делает А мы тут гадаем А как вот это все написать Ну кое-что взяли Кое-что конечно Был такой Карл Балат Я вот изучал материалы У меня была книга 1904 года Будущее государство Вот Ее Она была и по-русски По-моему По-немецки написана И в 18-м году Когда происходило заседание ГЛРО Ее товарищи Очень подробно обсуждали Ну там Тема была как раз Трудовых армий Вот Много интересных моделей Оттуда было Очень много перекачано Уже в советскую Как в действительность Можно перекачать Но это нужно читать Когда еще нужно делать доклад Я постараюсь Я могу очень коротко сказать Миф о строительстве Социализма в СССР Это самая большая Мистификация 20-го века Никто не спорит Потому что Нет Просто Есть целый Какие-то идеи Понимаете Через дефиницию Потому что суть социализма У Маркса Почему здесь не было марксизма По Марксу Социализм Это отказ от эксплуатации Это социальная справедливость Это когда нет Класса Который из меня что-то вытягивает Когда все наравно Сколько заработал Столько получил Каждый по способности Каждому по труду А в СССР была чудовищная Эксплуатация Уровень был гораздо выше Чем на Западе И был класс Который осуществлял эксплуатацию В чем здесь Маркс Да Маркс бы в гробу перевернулся Если бы это узнал Поэтому сплошная мистификация Всей советской картины И сейчас то же самое Сейчас возникает вопрос Партия Вот эта правая партия Которая говорит Что она за капитализм Подождите Я же читал Маркса Ведь Маркс же сказал Что капитализм Это эксплуатация Куда вы меня тащите Я что ненормальный Зачем мне ваш капитализм То есть На форме этого Винегрета Который в сознании людей Нам говорят Партия за капитализм И вы в нее вступаете Это чтобы они с меня сдирали Да я категорически против Капитализма на западе нет На самом деле Швеция Всюду же социалисты у власти В ПРГ В Швеции В Скандинавии Во Франции Социалисты у власти Они построили Не такой как у Маркса Социализм Другой Где есть эксплуатация Но потом идет перераспределение Да есть частная собственность Но между прочим Олигархов Миллиардеров в Европе Практически нет Они в Америке и в России А в западной Европе нет Может быть два есть Хотя она чрезвычайно богатая Потому что там такие налоги Что ты попрыгаешь Если ты будешь Миллиардеры Там перераспределение доходов происходит Поэтому о каком социальном Все нужно менять Все нужно переинтерпетировать Ну, коротко Рябов Сергеевич Журнал «Инпередуха» Главный редактор Два вопроса «Инпередуха» Ну, неважно Вот То есть я в принципе с вами согласен По многому Два вопроса у меня возникает Первый вопрос в чем Что в принципе я считаю Что вообще существовала Ваш концепт Прерывистость История Я бы еще дополнил Что история переформатировалась Как до Скажем так Октябрьского переворота Так и после То есть по-любому Как Ленинская Россия Не и Сталинская Россия Ну и так далее Они очень разные были Дрежневская и так далее То же самое Были очень разные России Собственно говоря И до Большевиков То есть Россия Иван Грозн Она безумно отличается от России Я не знаю Битра Первого И там Александров Никола Александр Третий И так далее Как бы да Соответственно вопрос Какая из этих Очень разных Россий Да Вам ближе Потому что Россия была внутри Была Россия староверов Была Россия сект Декабристов И разночистов То есть достаточно Многополярное было явление Вопрос Второй Вы упомянули Что Россия была убита И большевики были убийцы Которые убили Такую Россию Как бы да То есть я согласен Но при этом что Получается что Вы большевизм И все коммунистическое Брежение Как бы целиком Отрываете от русской истории Хотя Тескать эти тенденции В общем-то явно были И в царской России В древней России И так далее То есть Нет больше Было некое самоубийство Скорее России В этот момент То есть Кто вот этот субъект зла Который Скажем так Надругался Над это лично Россией Вот И какой все-таки Из вариантов Этой России Вам ближе Вот так Понятный вопрос Очень серьезные вопросы Я попробую коротко Ответь Хотя Хотя они конечно У меня есть ответ Коротко сформулировать Вот вы сказали Что Россия Все время менялась Что это не Ленин Изменил Россию При Грозном Одна Россия При Петре Другая Россия При Александре Втором Третья Россия При Брежневе Еще При Горбачеве И так Я с этим По сути Не согласен Не объясню почему Вот я занимался проблемой Национальной идеи Ну Я уж говорю Вынужден Надо сказать Я 10 лет назад Защитил докторскую диссертацию По этой теме Я считаю что вопрос решен Никто не решил Все решено Это просто не востребовано Я наивно так думал Что я защищу И ко мне прибегу Там из администрации Скажут Родной ты наш Пошел вообще Лекции три года не дают читать В университете Кому здесь нужен Патриотип Так вот Если вернуться К национальной идее Петровские реформы При всей Жесткости Петровских Преобразований Это были Реформы А не революция Почему? Потому что Русская идея Очень может Я не буду говорить Откуда это взято Это не выдумано А выявлено Я проанализировал Всю историю России с 8 до 20 века Я проанализировал 1100 поговорок И сборника Дали методом Я проанализировал Всю поэзию 19 века Получил поэтический Портрет России Проанализировал Все высказывания Русских мыслителей О русской идее Так вот Я не выдумал Русскую идею Надо не выдумывать А выявлять Что же такое Русская идея Православие Собирание земель И общинный коллективизм Православие Собирание земель общины и коллективизм были и при Грозном даже при Борисе Годунове Россия расширялась Таймыр вошел в состав России при всех русских царях до 17-го года Россия была православие Россия собирала земли и Россия была с общинным коллективизмом поэтому а советская Россия без православия то есть не просто ну православие убрали ну чего ж если не просто там какой-то дом снести а если не дай бог Кремль это суть, это основа то есть позвоночник выломали значит православие уничтожалось собирание земель которая себя исчерпала и к началу 20-го века вот это и был перелом из-за которого возникли проблемы и русский генштаб в 1903 году принял резолюцию об окончательных границах и дипломаты наши доносили из раза к концу все, надо остановиться больше расширяться нельзя расширялись-то все время а китайская желтую же Русь пытались у нас белая Русь малая Русь красная Русь а пытались Манчжурию сделать уже не получилось надо было останавливаться так вот советский союз от православия отказался расширение которое себя исчерпало продолжил и поэтому как бы это похоже но это прямая противоположность понимаете все же мать кормит ребенка трехмесячного или извините мать кормит кормит грудью ребенка 20-летнего да это вот то есть есть же сроки вот ну можно было расширяться но в 20 веке уже нельзя было поэтому все что расширено все эти соц. страны все это рухнуло и сама страна потеряна потому что значит был прерван прервана идентичность разрушена потому что то что составляло основу государства было похерено было выброшено поэтому реформы и изменения которые были при Грозном при Петре, при Александре Втором хотя они разные но они сохраняли Россию и российскую идентичность а то что происходило после 17-го года совсем другая страна в основе которой была в ком-идеологии но опять-таки надо еще разбираться что такое ком-идеология потому что это нет, но общимость и коммунистический диалог здесь есть кое-что похоже хорошо, я вам отвечу прекрасное описание от третьего рима я вам отвечу, что общее вот если здесь социологи если они знают что есть два типа коллективизма неформальный коллектив вот мы собрались и вообще говорят никто не заставлял это неформальный коллектив а если в институте партсобрания который сейчас это формальный коллектив так вот все русская община это в значительной степени неформальный коллектив это сами люди создавали для того, чтобы выдержать давление природы а советский коллектив ребенок с детства был в пионерском отряде в комсомольском в партийном в трудовом в армейском коллективе в спортивном в научном коллективе человек всегда был в коллективе созданном сверху поэтому коллективизм совсем другого типа это просто долго рассказывать кто это создавал? кто создавал? кто создавал? а может в порядке поливень я еще на второй вопрос не ответил я отвечу коротко вы уже наверное устали уже тяжело я отвечу коротко из-за чего все это произошло? если говорить коротко из-за того что Россия тысячелетняя Россия и в основе всей российской государственности всех российских правил была вера и Бог почему люди соблюдали моральные нормы? потому что в Библии сказано почему правовые нормы? потому что в Библии сказано не бей, не украде, он же свидетельствует только император, его что выбирали? нет, он помазан, не Божий а как только началось падение веры и Достоевский все это предвидел и сказал, если Бога нет, все дозволено как только началось падение веры не справились и все потеряли падение веры началось очень давно в России был огромный сектантский пласт и те же самые страны веры мы тогда никогда не знали я не могу на все вопросы ответить вы не можете выслушать ответственно на вопрос да, давайте может быть будем подводить итоги уже давайте вот последний вопрос, наверное когда вы говорите о русской идее и представляете вот эти три параметра я отношусь с доверием к тому, что вы исследовали и я думаю, что это могут быть какие-то параметры русской государственной идеи но кроме этого еще существуют русские антигосударственные идеи русская и русская общественная идея этих идей не так уж и мало и вот, например, Вольность о которой у нас так блестяще в Воде написал Родичев разве это не русская идея? кто может это отрицать? это русская идея, конечно есть и другие русские идеи и идей не так уж и мало и мне кажется, нужно отличать русские государственные идеи от русских негосударственных идей Во-первых, и вот думая об этом, я думаю, что идея это, вероятно, самая мощная энергия, которая разделяет людей от согласных от несогласных. Как только прозвучала идея, она разделяет людей на одних и на других, которые поддерживают, не поддерживают или выдвигают свои идеи. И вот я вспоминаю, был такой учебник по истории СССР до Советского периода. История СССР до Советского периода. Он прям так и назывался. Так вот, каким-то образом те историки, советские историки осознавали отсутствие преемственности. Раз они пытались, будучи, сделав все, что было сделано, они каким-то образом пытались восстановить свою преемственность с Россией. С какой-то Россией. Вот вся история России до Советского периода. История СССР до Советского периода. То есть никакой России вообще не существовало. Существовала СССР, до Советский период и так далее. Она все время существовала. Так вот, есть такая теория, которая говорит о развитии некоторых сообществ, некоторых общественных формаций, таких как государство или общество в этом государстве, которое развивается методом отрицания предшествующих форм. О чем вы блестяще сегодня докладывали. То есть, я вполне поддерживаю вашу идею в одном плане, о котором я хотел сказать. До этого не фиксировалось, возникновение СССР, это есть фиксация вот этого теоретического положения, развитие методом отрицания предшествующих форм. Это было явно зафиксировано. Что СССР ничего общего не имеет с этим, хотя учебник создавали, хотя как-то пытались это сгладить, вот это противоречие. Не только язык. Осталось очень многое. И остались люди, которые, скажем, культурно себя осознавали представителями, скажем, русской литературы, но советская власть не могла их признать представителями советской литературы. Примеров достаточно много. Значит, граница была обозначена, вот эти формы, которые возникли, они полностью отрицали предшествующие формы. Теперь вы нам рассказываете то же самое. Вы говорите нам о том, что сейчас наступил такой период, когда нам нужно, опять, по методу отрицания предшествующих форм, нам нужно отказаться от всего советского и, значит, утвердиться, и вот это очень важно, и мне кажется, вот это именно я поддерживаю, утвердиться в новом явлении, которое никогда не было зафиксировано. Мы не просто отказываемся от советского. Да, происходит идеологическая презентация обозначения того, что нужно отказаться. Но, кроме этого, мы куда-то апеллируем. И, как правильно сказал Сергей, как мне кажется, нужно очень ясно определить, к чему же мы апеллируем вот в той России. Потому что, не определив этого, мы просто будем говорить о истории СССР, о истории России, о какой-то другой истории или о какой-то другой идеологии, которая недостаточно ясно прояснена. И вот это вот все, что я хотел сказать. И, кроме этого, у меня есть предложение конкретное. Потому что, среди того, что я учился, вот я финансовый академик учился, и нас когда выпускали, нам сказал ректор, он говорит, вы не забывайте, что в конце каждого финансового действия должен быть финансовый оргазм. И вот, значит, это у меня очень сильно запечатлелось в сознании. Потому что в конце любого действия, которое мы предприняли, какое-то действие. И мне кажется, тут прозвучало одно положение, которое требует своего воплощения в виде уже действия. Преподаватели, которые выступали, говорили о студентах, которые придерживаются какой-то там очень неприемлемой идеологии. Но ведь можно привести на следующее заседание, если таковое состоится, можно привести хотя бы по одному студенту, который еще не придерживается вот таких неприемлемых взглядов. И приобщить их к обсуждениям, и таким образом приобщить их к тому уровню культуры и компетенции, которым обладает уважаемое общество. Я предлагаю вот что. Я предлагаю заканчивать обсуждение. Вещь по обсуждению. Вещь по обсуждению. Вопрос. Я вижу одни сигналы, люди уже устали. Обсуждение еще не было. Я-то готов, и мы можем это помещение использовать, но нельзя же людей насиловать. Давайте продолжим, а кто хочет идти. Давайте вот так договоримся. Тот, кто устал, вполне можно понять, но хочет поработать в клубе, пусть оставит свои координаты. Тот, кто не устал и хочет поработать в клубе, пусть тоже оставит свои координаты, и мы продолжаем дискуссию. Игорь Борисович, только информация. Значит, вот тут есть листочки, на которых написан, значит, цель. Когда вы зайдете туда, если кто-то не удовлетворен, или что-то не сумел выслать, или прочее, вы можете либо по адресу прислать, это может касаться и достаточно обширных текстов, или там есть адрес почты, и вы можете на почту просто выслать, и не замечали, а уже нечто, что может быть, например, проектом другого суда. Пожалуйста. Спасибо, что вы, несмотря на мое настоящее, сдали, я в регламенте, да? Двадцать минут. Нет, знаете, здесь много. Я специально про настоярую, показываю, может быть, вы скажете, двадцать, пожалуйста. Вы хотите выступить? Нет, у нас сейчас обсуждение закладки. Да, я спрашиваю, да. Вот, да, я бы. С какой регламент? Три минуты. Пять минуты. Ну, давайте отравлю до пяти. Хорошо. Хорошо, а демократичные председатели говорят, если будет интересно, продолжим. Добавим. Поэтому я закончу с того, чем закончил предыдущий выступающий. С оргазмом. Значит, оргазм мой по выступлению и легким репликам заключается в следующем. Я предлагаю записать нашу резолюцию, хотя бы пока в устной форме. Значит, сделать в России день покаяния, день скорби и день памяти. Ребарка. Бардак начинается с головы. Наши слова. И вот так в стране. Вот это вот тот винегрет, о котором говорят председательствующие, я его поддерживаю. Пуля убивает. Значит, идеология. Я читал, цитата. Идеология, это как пуля, которая убивает... Пуля убивает одного человека, идеология убивает народный, даже не народный. Поэтому, если нынешние выступления как научные исследования воспринимать, один аспект обсуждения, и приближенный к идеологическим устоям, где определяется цель и ценность, и не буду развертывать, трехминутную беседу не смогу. Или общественно-политическое прикладное назначение в плане оргазма, который я предложил его обосновить. Первое. Когда выступающий говорил о стране, России, я думаю, если это научный доклад, я полностью согласен с его трактовкой, хотя могу пообсуждать именно в научном разрезе, ссылаясь тоже к социологии, это или больше политологии, или философии, а, наверное, это идеология все-таки. Но, правильно было сказано, седая у нас или оружие, страна, наверное, государство, если мы воспринимаем ее как седую, то, мне кажется, она не имеет прерывности. Я здесь не согласен. Если она у нас идет разово, как государственный разрыв идет, в идеологическом, наверное, здесь есть. У нас прерывные устои динамичности развития. И в какой плоскости определиться, вот эту идентификацию сделать, наверное, все-таки человеческий какой-то факт был, личностный, где здесь обрали? Теперь клуб назвали, что нужно преемственно дать Российской империи. Если будет браться преемственность православие, собирательство и общинность коллективно, я их слушал на дворянском собрании в ряде ультрапатриотических организаций. Я, например, лично, мне неинтересно будет, хотя я все равно придумал, мне неинтересно, если мы будем защищать и брать преемственность Российской империи, и здесь говорились о царском доме, и монархизме. Мне, как с либеральной демократическими взглядами, это не импонирует. Все лучшее в плане морали, устоев Российской империи, как именно устойчивого государства с традициями своими поколениями, это отлично. Много приводилось примеров по поводу, и включая по войне, мне очень понравилось. У меня всегда был святой праздник, 9 мая, я всегда студентом от этого был. У меня дед, я вообще его ни разу не видел, привезли к Москве и сразу разбомбили. Отец 4 родня не умер. Я всегда надевал свои награды, детей учил. И пришел к страшному выводу, который также, вот Игорь Борисович говорит, мне страшно, это однородность. Но я в один раз уже студентам 200-поточной лекции сказал. 9 мая не имеет права быть всенародным правом. 9 мая это не день победы, 9 мая это день скорби, безумия людей. Рейген приезжал к немцам в конце своего срока и не пошел на прием какой-то, а пошел поклониться немецкими солдатами. Вся Америка на дебах стояла в то время, когда он правил. Почему? Президент союзного государства, воевавший против фашизма, пошел поклониться немцам. Также про Эстонию мне понравился пример. Теперь Франция, мы только говорили о Первой мировой войне в докладе. Президент Германии не поехал на мероприятия по итогам Первой мировой войны. Благо нас подтолкнули наши памятники все зачатки. Нужно устраивать день покаяния. Лучше 9 мая, а лучше на день парада. 9 мая вообще нужно отменить как позор. Сколько мы людей угробили в этой войне от своего безумия. Я не беру ни Сталина, ни монархов, ни противобольных действующих обвинений. Дальше, значит, да, я закругляюсь. День памяти. Восстание в лагерях для меня новое. Этих людей не только у камня нужно лелеять. Это нужно народу говорить. И это наша идеологическая правда. И некоторые патриоты, которые будут привести ребят. Ребята шатаются, не знают, кто их будет, наставники. Они находятся, если у нас сумбур в головах, а у молодежи то же самое. Мне кажется, патриотичный патриот сейчас тот, я банально скажу. Но это говорит, написал правду. А как философия любовь к мудрости, нужно стремиться к правде. Потому что у нас любовь к русиян постоянно делает или двойную правду, или правду, которая бы нас устраивала. И когда я говорил про день покаяния, есть в религиозных праздниках, когда ты говоришь, я каюсь, я каюсь. Покаяние нужно не нашим собеседникам, не нашим партнерам. Нам нужно для самоочищения и внутреннего сбора сил начинать с покаяния. Поэтому день памяти о тех, кто в лагерях выставал против режима, был командир подводной лодки, который дал телеграмму ЦК, что он провозглашает антисоветскую территорию подводной лодки. Ему на память начали собирать, не могли соврать. Таких людей мы почему-то забыли. День скорби, я уже говорил. День покаяния тоже говорил. Последнее. Прикладное наше назначение, а здесь вольно-невольно нужно какую-то элементарную структуризацию. По научным, идеологическим вопросам и по прикладным. Вот такие вот предложения, если бы, тем более, здесь присутствуют средства массовой информации, потихоньку их нужно вкрапливать. В молодежь, в идеологию, в науку, в общественно-политическую жизнь. То есть, может быть, псевдопартии кремлевские, кое-какие эти мозги, сказанные здесь, возьмут на вооружение хотя бы из тактических соображений в борьбе за избирательные электоранты. Значит, мы не зря так добуем обсуждать эти моменты и немного реализуем то, что ставили на анициаторах этого клуба задачи. Спасибо. 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 Ну, еще вот Сергей Тянетов. Уважаемые коллеги, буквально несколько реплик по ходу дискуссии. Ну, вот так, затрагивался вопрос о студентах. Свой вопрос уже не первый год читаю под лозунгом. Система образования обязана воспитывать граждан, а не подданных. Ощущение по итогам весьма и весьма штучно. Не приходится обольщаться. Теперь в отношении российского проекта. Вот смотрите. В сущности, из единого научного источника марксизма в Европе родилась социал-демократия с ее конструктивной концепцией социального партнерства. В России родился большевизм с его беспощадной классовой борьбой, которая, к тому же, еще и имеет свойство обостряться по мере приближения к чему-то прекрасному. И лозунг. Если враг не сдается, его уничтожают. Я думаю, что вот в этом проявляется конфронтационная специфика отечественной политической культуры. Некоторые философы утверждают, что Россия страна суммы монологов. Но общество крайне ограничено, способно к диалогу, способности услышать друг друга. Теперь по поводу того, есть ли в России обществоведение. Хочу просто с Игорем Чубайсом совершенно солитаризироваться. Что советские, а потому и в значительной массе постсоветские обществоведы могут предъявить обществу в качестве результата своей профессиональной деятельности. Десятилетиями эта публика обслуживала очередные утопии советской власти. Ожидание мировой революции, созидание социализма, потом коммунизма, как известно. Когда не получилось социализма с человеческим лицом, история всей этой утопии отменила. Сегодня они занимаются, как известно, политологией. И не в последнюю очередь, с теми самыми сомнительными политическими технологиями. Сталин как эффективный менеджер и в связи с темой ГУЛАГа. Вот это, мне кажется, как-то недостаточно осознается и пока не звучит в публичном пространстве. Если Сталин эффективный менеджер, ну действительно индустриализация на костях зэков, это мы все прекрасно знаем, но в общем-то что-то было сделано. Не секрет, что одним из методов обеспечения профессиональной годности своей номенклатуры были массовые государственные репрессии. Ввиду отсутствия иных механизмов ротации, масштабной ротации правящего условия. И как только сегодняшние идеологи запевают песню Сталин эффективный менеджер, они тем самым дают идеологическое обоснование возможности нового витка террора. К сожалению, они этого не понимали, так же как не понимали соратники Ленина. Когда они на развалинах неправовой государственности Российской империи самодержавия воздвигали еще более неправовую Советскую республику, как диктатуру пролетариата, они думали, что они выковали топор для расправы с контрреволюцией. А история продемонстрировала, что это была не топор, а обоюдоострая секира. И не в последнюю очередь, именно под этой секирой погибли соратники Ленина. Жаль, что это не осознается. И, пожалуй, две реплики в качестве постоянного оппонента Дигарь Чубайса по двум проблемам. Значит, вот, разве преемственности? Разве народ перестал воспроизводиться? Разве в обществе прекратились мощнейшие процессы социального воспроизводства? По известной поговорке от Бобра Бубренок. Здесь есть во всяком случае... Я говорю не о биологическом развитии, а о государственном. Я говорю о социальном воспроизводстве. В частности, данные Института социологии Российской Академии Наук. Сошлюсь на статью его директора Константина Горшкова. Как он пишет, свидетельствует 2006 год. Статья в ежегоднике Российской Академии Наук. Три четверти россиян это либо носители традиционализма, либо примыкающие к ним по основным базовым ценностям. И, наконец, по поводу православия. Вот если процесс секуляризации, освобождения массового сознания от религиозной идеологии, процесс исторически обусловленный переход от государственной религии к вере как к делу совершенно частному, тогда были ли шансы сохранить православие в качестве государственной идеологии? И в связи с этим еще один вопрос. Возможно, я ошибаюсь. Но в моем представлении, духовность в ее православном развороте – это ценности христианского гуманизма. Гуманистическое учение Христа. Отсюда вопрос. За тысячу лет православия. Эта духовность усвоена ли массово вот эти гуманистические ценности христианского учения? А если нет, то каковы причины и каковы перспективы попыток вернуться к этому инструментарию? У меня все. Спасибо, коллеги. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Сергей Магаил, факультет социологии Российского государственного гуманитарного университета. Спасибо. Я думаю, что не нужно мне на все отвечать. Нет, конечно. Просто я не спросил. Я точку зрения не вопрос. Я, тем не менее, одну мысль все-таки хотел сформулировать, насколько я вижу непонимание. Некоторые решили, что я назвал русскую идею, назвал ценности той России. Я думаю, что это все нужно сегодня повторить. Конечно, нет. Там вообще все меняется. Очень много изменений. Но я не могу это подробно обосновывать. Может быть, я только проблему сформулирую. После того, как рухнуло христианство, я ни за что не агитирую, а просто констатирую. Рухнула христианская вера. Главный регулятор. Исчезли эти правила. Мы стали свободными. Ведь вся история 20 века – это поиск каких-то лидеров. То Махатма Ганди, то Че Гевара, то Фидель, то Абдуглас Браувин. Мы все время искали каких-то лидеров. И ни один из них не оказался совершенным. Мы не хотим возвращаться к православию и христианству. Это устарело. И новых создать не можем. Я сейчас ни к чему не призываю. Но вообще от православия, вот что на мой взгляд абсолютно необходимо, если мы хотим жить в России. Ведь суть православия не в том, что человек должен креститься и поститься, а суть православия в том, что приоритет нравственных и духовных ценностей. Если мы хотим жить в стране, где главное деньги, тогда это не Россия. Если мы хотим жить у себя, тогда здесь свои правила. И последнее, чтобы я прошу пояснить, это все фундаментальные вопросы, я говорю уже коротко. Вы вспомните пиковую даму, ведь Герман – немец вообще, который хочет здесь разбогатеть во что бы то ни стало. А Пушкин доказывает, он заканчивает о психушке. Он не получается. Здесь не деньги, главное. Здесь другие правила в стране. Поэтому если мы хотим жить в своей культуре, в своей системе правил, конечно здесь не нужны аскеты, не об этом речь. Но главное – не деньги. А когда нас телевидение совершенно другому учит и власти и так далее, тогда это тупик. Кто еще хотел что-то сказать, пожалуйста, профессор Базанов. Я бы хотел продолжение вашей темы насчет терминологии, от которой надо вообще-то отказываться. Но это не прозвучало, я бы хотел поснакомить. Вот мы говорим в Великой Октябрьской, статистической и так далее, революции. С точки зрения здравого смысла, это, конечно, не революция, поскольку она перечеркнула все завоевания предыдущих февральских. Ну все, декрет от печати на третий день, может в день печати у нас все газеты закрыли и так далее. Или вот мятеж, говорят, Керенского-Краснова. Против кого премьер-министр, законы избранные, отчего с 3 дня устроен мятеж? Против себя, что ли? Против мятежников. Вот надо бороться с терминологией, потому что мы историки, по крайней мере, это делаем. Но в учебниках до сих пор мятеж Керенского-Краснова, там Октябрьская революция, Кронштадтский мятежник. Какой мятеж? Это народ восстанет. Или там Кулацкий мятежник, там Бовщинник. Вот и так далее. Вот надо с терминологии начать вот хотя бы, потому что, здравый, это противоречит просто здравому слыску. Конечно нужен язык, но пока у нас вся старая этапонимика, все эти станции и города, и так далее. И вот даже, Господи, втаснулись с Первой мировой победой. Вообще-то, 11 ноября и для нас был день победы. Почему? Потому что маршал Фош, когда немцы принимали вот этот договор о перемирии, ну, в смысле, по сути, капитуляции, конечно. И там один из пунктов был, ликвидация, аннулирование Брестского и Бухарестского мира. Вот. Для нас это тоже. Ленин позорно заключил 3 марта его, а 11 ноября того же года маршал Фош это аннулировал. Поэтому Россия не про Эдварь войну. Мир был от аннулирован. Ну, то, что там Ленин какого-то 13 ноября аннулирован, это с точки зрения юридического, так сказать, бред. То, что как можно там расстрелять, расстрелить. Ну, аннулировали в мир. Большего нет. Все. Вот 11 ноября хотя бы для нас это день аннулирован Брестского мира. За нас это не сделали. Все перенеслило. Поэтому надо бороться с этой терминологией устаревшей. Вот это, по-моему, очень много нужно пересматривать. И все тот же тезис, что социальные науки у нас нет. И говорит, что все пересматривать. Вы говорите очень много. Можно с площадки чистого листа начинать с учебниками. А затем учебник начинает. Красная армия такого числа особо не может быть. Именно в части исследовательских задач. От кого? Да, они пересматривают. Вот пишут, например. Поэтому вот эти терминологии особо подбилило. Вы все слышите? Это редкий специалист по нашей истории, специалист по гражданской войне. Вы это не прочитаете? Спасибо. Вот примерно, да, вот терминология нужна пересматривать. Потому что это действительно, значит, говорим правильно, а пользуются... Хорошо, я так понял, что, наверное, почти все желающие выступили. Или кто-то еще что-то затаил и хочет врезать, наконец, как следует. Все, извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. Если остальные не против, я... Нет, конечно. Приблизительно 10 мифов Вы назвали, да? Можно и больше было бы назвать. Ну, я так, приманил и почитал. Очевидно, а основные, да? Вот как Вы считаете? Ну, хорошо. Такие же мифы существуют относительно России. Вы говорите о морали. Для этой морали совершенно нормально была ситуация. Не только в Польше. Для этой морали совершенно нормально была ситуация с оселобностью. А, с чертуаций? для этой морали совершенно нормальной было до того лет 40 назад рабство существование рабства мало из дворян, которые действительно говорили об этом как о каком-то огромном совершенно то, 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 если в развитии России огромное, знаете, презрение дворян к интеллигенции как сказала Цветаева извините меня, я интеллигент, я столбовая дворянка не скромляйте а огромный взрыв в понимании того, что делать с крестьянством действительно, не согласие с Столыпиным я не знаю, кто проводил исследование относительно того, что 2-3 человек не поддерживали Ленина можно сказать, что не поддерживали можно сказать, как поддерживали, как не поддерживали по-разному можно не поддерживать извините, пожалуйста отношение, не представление вообще интеллигенции и дворянства о том, что происходит в России это действительно было не меньшим то образом чем не представление о том какой ролик это играло и так далее я говорю о чем давайте мы все-таки скажем что существуют наши мифы о той России, которая была я очень согласен с коллегой что Россия была очень разная но и представление наше очень разное поэтому если мы будем говорить о том за что мы ее любим может быть скажем так за что мы точно любим ту Россию даже как можно сказать все-таки что хорошее было в Советском Время давайте скажем за что мы точно не любим ту Россию чтобы мы в конце концов сели в одну лодку чтобы действительно мы понимали друг друга чтобы потом не было действительно такой перепалки я прошу прощения я не знал что профессор поэтому сказать когда мне сказали что профессор я садим не просто профессор Саров много, знаешь он из ванных и малопригодов да понятно, спасибо но приглашу знаете, я все-таки два слова скажу я понимаю нехорошо как Владимир Сергеевич выскакивает и что-то комментирует но вопрос здесь важный и потом были сформулированы вопросы значит по поводу рабства и оседлости во-первых в России не было рабства было крепостное право это не одно и то же и крепостное право в России было отменено на два года раньше чем в Америке рабство поэтому если в нашей истории были такие ситуации это не значит что ну и в Америке давайте говорим между Россией и Европой все-таки не нужно право править во-первых во-вторых крепостное право по существу было всюду в Европе это не русское изобретение и я мог лекцию читать о том какие мифы о крепостном праве это совершенно было все не так как у нас пишут советские миф о рабстве о крепостном праве был развод в канун коллективизации у нас например ничего не писали о рекрутчине в армии вот тяжелая вещь была 25 лет парень без семи все да об этом не писали потому что в советской армии в красной армии будь здоров а вот чтобы крестьян одурачить создан был миф о крепостном праве да ну смотрите чехова хотя в вишневый сад там фирс говорит идет разговор в вишневом сад он говорит когда это было это было до беды какой беды да вот когда крепость отменили понимаете то есть было разное отношение я не могу сейчас все это хочу сказать коротко так и насчет оседлости да конечно была черта оседлости вот евреи не могли жить если они не георгиевские кавалеры и не крещеные да ну крещеные там деление было не по крови а по вере не было деление по нации слова нации не было в паспорте такого не было было социальное предсказание вероисповедания вот но вообще вообще черта оседлости была всюду в европе в общем во многих европейских странах хорошего в этом мало но если говорить коротко я скажу так чтобы не тянуть время значит вот здесь все сидят люди с разными взглядами с разными подходами но если бы извините не дай бог сюда пошел ненормальный то мы бы не могли вести дискуссию вот россия была нормальной страной с проблемами с успехами достижениями советский союз это ненормальное государство это чудовищная система и страшная катастрофа вот в этом разница а то что были проблемы и беды конечно а какая страна без проблем вот коротко ответ вот суть страна в которой в которой были огромные достижения сегодня ведь убивается патриотизм разными способами почему идет программа наша раша да начинается с шутки наша страна так велика что если на ее территории написать слово попа оно будет видно из космоса вы на знамя единой россии такое можете написать и по телевизору сказать или на лбу некоторых начальников там быстро поставят на место а россию можно оскорблять как свинья последняя ни в одной стране про свою страну такое не говорят можно критиковать президента если он наш руководители если они наши они живые люди у них есть свои минусы и плюсы да а страну и народ никогда не в одной стране а у нас поскольку нельзя критиковать руководителей у нас со времен Райкина почему мы такие да у нас страна дураков мы страна дураков что же Петр Айкин никогда генсека не критиковал вообще ни политбюро ни партия он критиковал многое а вывод какой да мы страна дураков и это вбито у нас понимаете мы не страна дураков не надо и давайте в этом разбираться а критиковать были родищи и Чаодаев люди которые тоже вполне критиковали во первых они любили страну хотя мне лично Чаодаев Пушкин все написал все объяснил у него тоже не близко но тем не менее это Пушкин не согласен но при всем при том вообще-то Чаодаев любил свою страну и даже если брать там Пугачева Разина и так далее чем они отличаются от Ленина Райкин по-своему тоже любил свою страну любовь к стране это вообще дело частное и на самом деле и по-другому и по-другому и по-другому